В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью. Итоги года». В студии Алина Волчейская. Здравствуйте. И сегодня гость нашей студии – руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альберт Чебдаров. Альберт Маратович, добрый день. Добрый день, Алина. Благодарю вас, что нашли в своем плотном графике время и посетили нашу студию. Для нас этот год, для всех, выдался достаточно тяжелым, потому что это пандемия и падение цен на нефть. Хотелось бы как раз начать интервью с вопроса о том, как у нас дела обстоят в сфере нефтяной отрасли. В регионе были ли случаи, что нефтяники закрывались и уходили из региона? И как вот на сегодня вообще удалось ли выровнять как-то ситуацию? Стараюсь ответить на ваш вопрос, Алина. Я летом рассказывал о том, что в целом для нефтяников это довольно существенный вызов, потому что снижение цен на нефть было обусловлено тем, что в основном и китайские, и международные производственные мощности оказались незагружены из-за пандемии. То есть нет потребления, нет загрузки производства, соответственно, нефтересурсы, которые идут и на производство, у нас и бензина, и каких-то синтетических продуктов, все это оказалось невостребовано. Соответственно, стоимость на нефть, она пошла существенно резко вниз. В какой-то момент она даже пробила отметку ноль и стала стоить с определенным дисконтом. Это привело к тому, что, естественно, в общем, в целом по миру пошло сокращение нефти, добыча нефти. Наш округ это тоже затронуло. То есть если летом были прогнозные показатели относительно того, что наши нефтяники сократят объем добычи от 10 до 20%, некоторые до 25%, то то, что касается маленьких предприятий, я не буду называть конкретные названия этих предприятий в связи с ограничениями по конфиденциальности, но для некоторых компаний, небольших, которые добывают до миллиона, до 500 тысяч тонн нефти в год, для них эти вызовы стали критическими, потому что пришлось даже законсервировать ряд месторождений. Такого, чтобы из округа ушла какая-либо организация, к счастью, мы такого не увидели. Но факт того, что некоторые месторождения были законсервированы, с этим мы столкнулись. К сожалению. Что происходит на данный момент? Мы видим то, что у нас появилось целый ряд российских вакцин, и появилось при этом ряд международных вакцин. Pfizer, Moderna, то есть разные компании, они запустили свои вакцины. Это ведет к тому, что на бирже цена на нефть, в том числе на нашу, Юрлс, она довольно неплохо выросла сейчас к отметке 51-52 доллара за баррель. Это уже дает гораздо больше оптимизма, в частности, на следующий год. Вакцина в целом оживила рынки, и торговые операции пошли вверх. Предварительное общение с нефтяниками показывает, что по итогу года мы получим 10-20% сокращения по разным компаниям. Но самое критическое, к сожалению, это сокращение объемов георазведочных работ и работ по инвестиции в основной капитал. То есть, если раньше компании более активно инвестировали, обустраивали месторождения, строили вахтовые поселки, то сейчас этот объем инвестиций не скажет, что он полностью исчез, но даже по крупным компаниям он сократился. По примеру, одной компании, у которой порядка 10 месторождений в округе, которая еще только начинает свою деятельность вести, они, к сожалению, сократили свою инвестцию в три раза практически, с 3,5 миллиарда до 1 миллиарда примерно. Но, опять же, все показатели производства, они пересматриваются довольно оперативно. И как только сейчас цена на нефть будет расти, эти все программы к концу года, мы об этом узнаем, естественно, мы об этом расскажем жителям. Я думаю, все эти программы будут скорректированы в сторону роста, и мы увидим то, что будет развитие нашего нефтегазового промысла. У нас есть, к счастью, и более масштабные проекты, которые позволят диверсифицировать экономику. А это вы сейчас говорите как раз-таки о... на днях, по-моему, да, глава региона Юрий Бездудин подписал соглашение с Лукойлом, с Фагитом Олег Первым и с Миллером о создании в регионе новой компании. Новость, на самом деле, оширошила всех, потому что это как-то так, видимо, может быть, велась подготовительная работа, да, но особо не афишировалась. Расскажите, что это за компании вообще, где они будут работать, что будут осваивать и по поводу рабочих мест. Хорошо, Алина. На самом деле, внимание к проекту, оно... ну, фокус был растерян, потому что многие годы слухи шли, но какого-то реального подтверждения фактически не было. Были подписаны разные соглашения, но ключевой шаг в создании именно предприятия, оно вот было буквально накануне, там, несколько дней назад подписано. Это соглашение о создании совместного предприятия. Что это значит для жителей округа, что это предполагает? Лукойл и Газпром, они... Если у Газпрома есть несколько лицензионных участков, Ваневийское, Воевожское месторождение, и по данным месторождения было довольно много оценок, как можно их развивать. К счастью, оказалось так, что там более почти 10 вариантов развития этого месторождения, разные варианты логистики, коммуникации. Все они, по информации, которая у меня есть, они оказались по расчетам прибыльные для компании. И вот, наконец, это большое достижение, я считаю, для округа. Результат долгой работы и довольно активного давления, в том числе губернатора Ирия Васильевича Бездудного, в отношении и министерств, и представителей компаний, наконец-то, состоялось подписание соглашения СП. Я думаю, этого можно было добиться, наверное, даже чуть раньше, но коронавирус, он внес свои коррективы. И сейчас мы получаем решение готовое о создании совместного предприятия. Совместное предприятие, это, по сути, каждая компания будет вкладываться с той стороны. Одна компания предоставляет лицензионные участки, а другая компания предоставляет средства и управленческую команду для запуска работ по этому месторождению. По предварительным оценкам месторождения, разработка этих месторождений и обустройства коммуникации, это совокупный объем инвестиций больше 200 миллионов рублей. Но на самом деле это только предварительные данные, цифра, скорее всего, будет кратно больше. С точки зрения рабочих мест, на период обустройства, на период строительства, от 5 до 8 тысяч рабочих мест, это только на период обустройства. Впоследствии, пока рано говорить о том, сколько будет создано рабочих мест, уже при завершении строительства, но я думаю, строительство по разным оценкам, это точно до 5 лет. Скорее всего, раньше, потому что компания заинтересована, как можно быстрее запустить проект, начать уже генерировать прибыль. Соответственно, когда уже будет завершено обустройство, то довольно большое количество рабочих мест будет создано, и по поручению губернатора мы активно прорабатываем сейчас, какие направления будут востребованы, чтобы жители округа уже начать сейчас готовить. Молодежь, мы сейчас подбираем профили обучения, совместно с департаментом образования смотрим, на базе какого у нас учреждения можно создать и развить эти программы, и где нам брать преподавателей. Я думаю, мы оперативно эту проблему решим и поручение губернатора исполним. Такую мы подготовку для детей, выпускников наших сможем сделать, ну и для всех желающих переобучиться. Вот когда вышла новость, у Юрия Васильевича в социальных сетях, мы следим очень за его социальными сетями, он еще указал такой вопрос, что будет уделяться большое внимание вопросам экологии и экологичного промысла. Почему спрашиваю? Знаю, что вот на территории Нейского округа в этом году произошло три таких достаточно громких инцидента. Да, это разлив на Десушевском месторождении, это утечка нефтепродуктов в Колву, и это вот недавнее событие, неделю-две назад, насколько я помню, авария на месторождении Романа Требса. Знаю, что ведутся сейчас проверки по этим фактам. Знаю, что департамент подключался оперативно к работе, да, я выезжал на места, вот расскажите, какая работа вела с департаментом, и какая сейчас, ну как вы держите на контроле вообще? Да, расскажу. Тут самое важное понимать то, что работа по нефтяным участкам, нефтяным лицензионным участкам, в частности, по направлению экологии, это ответственность таких федеральных структур, как Росприроднадзор, и, безусловно, природоохранная прокуратура, ну, с точки зрения проверок и привлечения к ответственности. Наша задача, с учетом вот этого разделения полномочий, безусловно, мы осуществляем экологический мониторинг, особенно, в частности, по линии ООПТ, но все, что касается недропользователей, это несколько не наша полномочия. Но при этом мы должны понимать, что, когда случаются такие события, мы должны обеспечить максимальную прозрачность и максимальную оперативность проведения всех мероприятий. Что это значит? Вот, например, Десушевского месторождения и разлива на Колве. То есть, наша задача максимально оперативно собрать штаб, который по предупреждению чрезвычайных ситуаций, и уже принять необходимое решение, набросать дорожную карту и уже впоследствии ее реализовать, чтобы, в первую очередь, нам надо донести информацию до жителей округа. Собственно, мы сами удостоверились, что, если по Десушевскому, одни сутки у нас заняла примерно подготовка рабочей группы, согласование вертолета и отправка уже группы на месторождение. Собственно, мы с вами туда и ездили и смотрели это все зрелище неприятное. Также по разливу на Колве. Мы собрали в течение... Разлив произошел в субботу, в воскресенье получили сигнал о том, что он произошел. К 6 вечера в воскресенье уже была собрана группа и, соответственно, осуществлен вылет. То есть, сроки были максимально сжатые. Это нам позволило, как только вылет осуществлен, наш специалист оперативно зафиксировал, то есть, СМИ в том числе зафиксировали все факты. И мы сразу же отдали эту информацию во все возможные СМИ. Губернатор Юрий Васильевич Бездудно опубликовал у себя в соцсетях подробные детальные снимки, где каждый эксперт и просто житель округа может сам оценить масштаб происшествия. После этого алгоритм идет под немного другому сценарию. То есть, те природоохранные структуры, это Росприроднадзор, Прородоохранная прокуратура, лаборатория исследовательская, которая работает, при Росприроднадзоре. Это Гостехнадзор, который отслеживает правильность эксплуатации техники. И у них отдельные свои полномочия с точки зрения безопасности использования всего оборудования. Они уже дают заключение о причинах, почему так или иначе произошло. По Дюсшевскому месторождению все расследования уже завершены. Там была банальная коррозия, которую, к сожалению, не всегда получается отследить. Хоть оборудование все довольно новое, но датчики показали то, что было снижение давления в связи с утечкой. И поэтому оперативно туда выехали собственные инженеры предприятия. И уже расследование завершено. По факту уже выписан штраф, если не ошибаюсь, 1,7 миллиона рублей по линии Росприроднадзора. Также мы по линии департамента, так как была загрязнена вода, мы также выписали штраф, но так как это все рассчитывается по федеральным нормам, там небольшая сумма в пределах 100 тысяч рублей. Но мы с вами видели, что довольно оперативно все было устранено. Весь грунт загрязненный был вычищен. Губернатор держал вопрос на особом контроле. И недропользователи, понимая это, им в интересах сохранить, во-первых, лицо и репутацию деловой компании. И каждый день отсрочки он для них сулит еще большими штрафными санкциями. Поэтому с точки зрения Десушевского, я считаю, мы эффективно отработали, взяли на жесткий контроль. То есть несколько раз был осуществлен выезд, приемка выполненных работ. И последствия для природы были минимальными. То есть в грунт ничего не утекло. Весь поврежденный слой был изъят, восстановлен, рекультивирован. То, что касается Колвы, к сожалению, по Колве мы понимаем то, что эта река, она страдала много раз. И в 80-х годах, когда был гораздо более серьезный разлив, когда исчислялось довольно значимыми размерами, объемами нефти. Сейчас, к сожалению, эта авария произошла. Там объем, по разным оценкам, 1-3 кубических метра нефти произошел в разлив. Да, визуально с вертолета появляется ощущение, что там огромное количество нефти, потому что даже небольшая концентрация нефтесодержащей жидкости, она там 1 грамм, то есть там даже треть грамм, она покрывает чуть ли не 1 квадратный метр. Соответственно, там небольшой объем, он визуально создает ощущение, что там масштабы экологической катастрофы. Мы предварительно продлили сроки проведения расследования Росприроднадзора и Гостехнадзор, Ростехнадзор, и мы ожидаем результатов. Как только будут результаты Росприроднадзора, на основе этих данных уже будут переданы данные в прокуратуру, и прокуратура займется формированием штрафных санкций. При этом наша рыбоохрана, она также эти данные будет использовать для того, чтобы рассчитать, сколько рыбы пострадало в этой реке на данном участке. И эти штрафные санкции тоже, возможно, будут. И не только денежные штрафные санкции, но и обязанность недропользователей компенсировать, условно, воспроизвести мальков в эту реку. Поэтому все случаи, то, что касается последнего случая, на Трепса, ну, к сожалению, это по экологической, состоялся такой факт, пострадали люди, но это больше относится именно к производственной безопасности, экологических тут проблем не было допущено, потому что все месторождения, все скважины, они обустраиваются песчаной отсыпкой, которая не пропускает как раз в случае небольших утечек, не пропускает в почву загрязняющие вещества. И тут, ну, на самом деле сейчас в Ненецком округе все компании, они довольно современные. И оборудование у них тоже сверхсовременное. На некоторых сам бывал, видел, то есть то, что есть в НАО, и ни в КОМе, ни в других сопряженных субъектах, нефтедобывающих, такого современного оборудования практически ни у кого нет. И нейтропользователи сейчас очень озабочены вопросами экологической безопасности. И для этого это и репутационные риски, и риски с точки зрения акционерного капитала, потому что малейшие проблемы, негативный фон, он ведет к снижению котировок. Это довольно сильно сказывается на репутации менеджмента, поэтому эти вопросы, они одни из самых приоритетных. Ну, коль уж начали про экологию, да, вот знаю, что за 2020 год вам удалось посетить много населенных пунктов в рамках рабочих поездок, да, и во многих деревнях, селах, поселках поднимали вопрос берега укрепления. Вот, и, по-моему, Юрий Васильевич даже давал вам поручение, чтобы проработали этот вопрос на федеральном уровне. Расскажите, как вот сдвинулось решение этой проблемы? Расскажу. Берега укрепления, на самом деле, одна из таких давних тем, которая сказывается на жизни многих людей, живущих в округе. То есть, по нашим подсчетам, порядка 10 тысяч человек, это почти 25% жителей округа, они страдают так или иначе от влияния негативных водных объектов. У нас порядка семи населенных пунктов, которые ежегодно так или иначе страдают из-за изменения русла рек, из-за паводковых каких-то причин. Что мы планируем делать в этой части? Есть населенные пункты, где можно обойтись мерами некапитального характера. То есть, это гидротехнические, такие минимальные сооружения из камней, сеток. То есть, это разводится силами муниципальных органов. То есть, администрации, главы, по сути, выделяют бюджетные средства и осуществляют. Когда мы видим то, что эти меры не работают, то тут уже нужно применять нечто более серьезное. Обустраивать плиты, то есть, есть гидротехнические сооружения, специальные буи. Ну, там отдельная наука, отдельная технология. Все, что касается у нас страдающих поселений, они в основном расположены, ну, многие из них, на русле реки Печора. И Печора, так как относится к федеральным рекам, то у нас есть бассейн управления, Федеральное агентство водных ресурсов. То есть, полномочия по берегу крепления только у них находятся. Для того, чтобы они эти полномочия реализовали, от нас требуется простая вещь. Это сделать проектную документацию и обоснование экономическое. То есть, мы должны спроектировать какое-то решение, которое позволит минимизировать вред для жителей. После этого мы даем экономическое обоснование, то, что в зоне условно подтопления находится вот столько-то пострадавших жителей. Они смотрят, насколько экономически это эффективно, и, исходя из этого, принимают решение о выделении денег. С учетом того, что всего семь объектов у нас таких, семь населенных пунктов, где надо проводить береговые укрепления, мы приняли решение взять наиболее критическое, потому что все-таки спроектировать объект, подать заявку в Федеральное агентство водных ресурсов, и в итоге получить отказ, будет крайне обидно. То есть, потратить оригинальный бюджет. В связи с этим мы начали с чего? Мы хотели спроектировать в этом году, еще в начале года, у нас проблема есть с улицей Бондарной, Бондарка так называемая, где жители уже давно жалуются на самом деле, что происходит затопление, и лед зимой уже подходит непосредственно к земельным участкам. Соответственно, но мы решили этот вопрос другим путем, с помощью прокуратуры, благодаря им Бондарную, Федеральное агентство водных ресурсов, обязали этот вопрос решить без проектирования со стороны округа. Поэтому у них на решение этой проблемы один год, то есть они через суд уже обязаны в течение одного года какие-то меры капитального характера принять и полностью обезопасить жителей, проживающих на улице Бондарной, у нас от негативного влияния воды. И сэкономленные средства, которые мы хотели потратить на Бондарку, мы перенаправлены на другой критический у нас объект, это поселок Неси. Соответственно, я думаю, мы в следующем году объявляем торги на проектирование, постараемся не затягивать и максимально сжатые сроки спроектировать. Надо понимать, что это связано с трудностями и сезонностью, потому что проводить тоже геологические изыскания и инженерные изыскания в зимний период невозможно. После проведения всех изысканий данная проектная документация, мы ее направим в Федеральное агентство водных ресурсов, получаем одобрение, и уже после одобрения уже начинаем проводить строительные работы на какие-то гидротехнические сооружения. Это могут быть плиты, там есть десяток технологий разных абсолютно, и есть жидкий бетон, так называемый, и укрепление разного характера. Поэтому тут уже проектировщик решает. После этого будем проводить берегу укрепления. Поочередно, за несколько лет, я думаю, мы самые критичные места по берегу укрепления, мы решим этот вопрос. Ну, так вышло, что Ненинский округ – это достаточно такой огромный регион, по меркам, по площадям имею в виду. И здесь в основном у нас населенные пункты. Они все стоят на реках, и люди привыкли добывать себе пищу, рыбу на реке. Знаю, что очень много вопросов возникает по организации этого промысла. То есть какие-то постоянные проверки. Ловят на реке за руку с сетями какие-то вопросы. Понятно, что есть нарушители, браконьеры, которые злоупотребляют, но есть и люди, которые ловят для себя. Действительно, они так жили несколько десятилетий. У них это уже был уклад такой достаточно в каждом селе. Что удалось сделать такого хорошего департаменту за 2020 год для этих жителей, которые ловят чисто для себя, которые не нарушают закон, вернее, не нарушают закон, но они становятся нарушителями поневоле, так скажем. Хороший вопрос, Алина. На самом деле, надо справедливости ради отметить, что больше всего жалоб у нас идет... Понятна, на самом деле, причина. Наверное, можно понять, что всем хочется без каких-либо ограничений добывать семгу. Но в основном жалобы идут от жителей, которые хотели бы беспрепятственно добывать семгу. Ну, или для реализации, или для личных нужд. Но надо понимать, что это анодронный вид рыбы. И почему он так называется, анодронный вид рыбы? Потому что эта рыба, она относится к такому виду, который... он индикативный. Анодронная рыба, она так как перемещается от места нереста, идет вдоль всего русла, переходит в уже морскую часть, и потом возвращается после определенного периода, обратно нерестится в свое место, и там же умирает. Она выступает индикатором всей экологии. И если где-то перекрыть... Ну, у нас были случаи, мы с этим детально разбирались в некоторых... Ну, в частности, на Северном Тимане, когда, к сожалению, браконьеры перекрывали там чуть ли речку, которую можно... Ну, вода по колено, условно говоря, перешагнуть вброд, перекрывали восьмю сетями и полностью, по сути, популяцию этой семги уничтожали. Ну, приходилось с такими делами. Поэтому надо понимать, что жалобы в части идут в основном семги. И тут можно понять недовольство, но это федеральный ресурс, федеральные речки, где у нас водится семга. И правила устанавливаются со стороны федерации. То есть, этим надо считаться. То, что касается того, что мы делаем для того, чтобы рыболовство в округе было более комфортно, мы прекрасно понимаем то, что рыболовство — это одна из таких основополагающих отраслей наряду с оленеводством. Поэтому очень большую работу проводили системно с Минсельхозом и агентством по... Федеральным агентствам по рыболовству, чтобы дать возможность, вот условно, есть водный объект, озеро, то норовое какое-то. Для того, чтобы раньше там можно было добывать в промышленных объемах, например, семейно-родовое общение, нужно было писать заявку, просить сформировать рыболовный участок. После этого этот рыболовный участок, он выносился на торги. После длительной процедуры, которая занимала там порядка, больше года иногда, появлялась возможность этой общения получить этот рыболовный участок. Мы добились того, что сейчас порядок кардинально изменился. То есть с октября вступили в силу изменения законодательства. Если есть тундровое озеро, например, которое ни за кем не закреплено, и там не сформирован участок, то ловить там могут беспрепятственно все желающие. Им достаточно просто написать заявку на департамент. Хочу... Ну, там есть небольшой сбор, на самом деле, ну, по каким-то видам рыбы, если поймите, не изменяет, там порядка 200 рублей за тонну. Ну, это довольно демократичный объем средств. И пишется заявка, там нужно такой вид щуки, там столько-то тонн, 20 тонн, например. Другого виду рабы столько-то. И к нам предприниматели обращаются. На самом деле сейчас это кардинально все упростило. Даже те заявки, которые были раньше на рыболовные участки, их отозвали, понимая то, что чем это еще хорошо? Это не порождает конкуренции внутри округа за доступ к ресурсам. Потому что как только появляется рыболовный участок, у нас появляется, ну, конфликт. Тот, кто выиграл на торгах, тот имеет преимущественное право. Это одно из основных достижений. И с этим у нас многое изменится. Кроме того, чего мы добились. В Архангельске, например, отказались полностью от участков под любительскую рыбарку. Нам удалось эти участки сохранить. То есть городской, Чайкино, два участка мы сохранили. То есть у нас остается у населения возможность, оплатив путевку, стоимость путевки, добыть себе семью. Понятно, что мы читаем в соцсети, мы понимаем то, что есть негодование, связанное со стоимостью путевки, и то, что надо снижать эту путевку. Но мы один раз уже отбили желание у федеральных структур увеличить стоимость до трех тысяч. Сейчас ведем работу с точки зрения снижения до тысячи рублей. Но тут надо балансировать, потому что есть возможность остаться совсем без участков, как это случилось в Архангельской области, и, если не ошибаюсь, в Мурманской области. Так что в данном случае мы, я считаю, довольно эффективно отработали. То, что касается еще из положительных моментов, в округе создан первый участок под любительскую спортивную рыбалку. Этот участок создан на реке Волонга. Что это дает? Во-первых, появляется легальная возможность ловить на этой реке с помощью спиннинга рыбу. И там спиннинг на холост, если не ошибаюсь, там несколько видов разрешенных. Квота там на добычу, она минимальная буквально. Ну, если вдруг рыба умрет, ну, при ловле такое случается, ее не удастся отпустить живем, то там минимальная квота на это предусмотрена. Там меньше 100 килограмм, если не ошибаюсь, в год. У нас появляется речка, где можно легально возить туристов. Это, во-первых, стимулирует развитие авиатряда. У нас авиатряд загружается дополнительными рейсами. И, на самом деле, престиж округа существенно поднимается. Это совсем другой уровень организации любительской рыбалки, потому что мы однозначно, у нас появляется ответственный за дисциплину, так сказать, и противобраконьерские мероприятия на конкретном участке. То есть мы уходим от системы, когда есть неформальные люди, которые возят на один и тот же участок реки и бесконтрольно осуществляют там вылов. Мы все прекрасно знаем, в каком объеме браконьерство у нас процветало буквально несколько лет назад, когда, по сути, река полностью перегораживалась и популяция рыбы истреблялась абсолютно варварским способом. Сейчас переходим к более цивилизованным методам и стимулируем при этом развитие туризма, услуги авиаотряд. Кроме того, мы в прошлом году провели конкурсы по рыбной ловле, да, тоже довольно положительные, я считаю. Это и привлекает туристов, и показывает то, насколько качественны у нас водоемы и в плане рыбалки. На самом деле, понятно, что такой рыбы, как в Ненецком округе, ее в России не где нет. Да, много блогеров было, мы смотрим эти выпуски, там действительно прям показывают, что вот эти вот, забыла рябушка называется, по-моему, да, рыба, которая у нас водится. Да, да, да. Знаю, что недавно, буквально 2-3 недели назад еще было принято решение о создании в Ненецком округе участков для разведения рыбы. Про это можете рассказать? Что это за участки? Какая рыба там будет разводиться? Какие сроки? Да, мы буквально в этом году заказали исследование у научной организации, у филиала полярного в НИРО, заказали исследование на предмет возможности выращивать рыбы на трех у нас участках. Харитонова, Матервисочная и Молодежная. Три вот у нас участка. Соответственно, по двум из них у нас наука подтвердила, что да, там возможно выращивать рыбу. Это у нас Харитонова и Молодежная. Что это значит? Вот работы мы приняли в ноябре, получили заключение, там это были федеральные деньги, 540 тысяч рублей, федерация нам выделила на эти работы. Соответственно, это дало нам возможность предоставить в следующем году предпринимателям возможность на этих ресурсах вылавливать рыбу, разводить рыбу и впоследствии ее вылавливать на продажу. То есть, какие виды рыбы, если не ошибаюсь, по одному озеру это сиговые породы, по другому это форель, которой у нас в округе раньше не было. То есть, в следующем году у предпринимателей появится возможность поучаствовать в торгах и данные участки получить под разведение. Это, я считаю, тоже хороший результат. Во-первых, федеральные средства были использованы, не окружные. Во-вторых, дополнительная предпринимательская у нас появится идея для стартапа. Альберт Маратович, осталось очень мало времени, у нас, к сожалению, всего 30 минут. Не успела вам задать вопрос по АПК, но не могу не спросить про оленеводство, потому что, в частности, меня интересует вопрос. Очень много говорилось о том, что продукцию оленеводства наших местных производителей из АПК можно вывести на международный рынок. То есть, это шкуры оленей, это мясо, это субпродукты, панты, еще что-то. Вот из-за пандемии коронавируса это все как-то у нас немножечко затормозилось. Будете ли вы дальше продолжать работу вот в этом направлении? Ну, я вкратце и АПК прокомментирую, потому что есть, на самом деле, чем по итогам года похвастаться. Ну, в частности, мы увеличили показатели по молочному, все молочные показатели на 6%, это суммарные надои по голове. Ну, то есть, это для Арктики у нас показатели, на самом деле, они, когда озвучиваю их коллегам из, например, Ставропольского края, где, ну, это гораздо более легкие условия для животноводства, они сильно удивляются, то, что в Арктике мы умудряемся достигать таких удоев на корову, суммарных показателей надои. Соответственно, то, что касается работы в части оленеводства и поддержки оленеводства и развития экспорта, ну, важно еще отметить, то, что мы за этот год увеличили в два раза федеральное софинансирование по программам поддержки оленеводов и молочное животноводство, ну, тоже знаковый показатель. Плюс мы данные средства мы стали лидером, то есть субъект номер один в рейтинге по освоению федеральных средств. Это агро-стартап, то, что в НИСЕ у нас получил предприниматель грант на создание молочной переработки и там КФХ на создание частной фермы по поголовью скота, на выкуп коллективную для создания частного хозяйства. Это у нас помогает создавать рабочие места, по два рабочих места на каждого получателя гранта. То, что касается экспорта, эту работу у нас на федеральном уровне ведет Россельхознадзор. И проблема в том, что для того, чтобы стать экспортером предприятию из НАО, для начала округ должен войти в перечень экспортеров, аккредитованных Европейским Союзом. Эта работа у нас в частности в перечне только два субъекта, это Мурманскую область и НАО. И практически полностью мы показатели уже выполнили для того, чтобы войти в этот перечень. Но тут банальная проблема в том, что для завершения этой задачи нужно довольно большое количество поездок к совещанию проводить и с Россельхознадзором, и привозить международных экспертов, в частности, из Финляндии, где у нас ленина, производство развито. То есть это сопряжено с поездками, которые сейчас невозможны в условиях коронавируса. Поэтому, если мы планировали весной завершить регионализацию и включение НАО в паспорт в перечень экспортеров, то мы надеемся эту работу завершить уже в следующем году. Надеемся, что и эффект от вакцины, то есть ситуация будет стабильна. На текущий момент, к сожалению, у нас надо понимать еще, что из-за приостановки туризма в европейских странах, то есть спрос, к сожалению, на ишкуры оленей. Мы пытаемся помочь хозяйствам найти рынки для реализации. Может, это будет Азия, потому что и Европа, и Финляндия, которая традиционно покупала у нас на экспорт шкуры, со шкурами, кстати, проблема по экспорту была решена уже несколько лет назад. То есть там у нас хозяйство экспортировали довольно успешно все. То сейчас мы сейчас спроса нет, потому что туризма нет в Финляндии арктического. Ну, будем думать, как реализовать на внутреннем рынке, на рынке Азии. Тут мы пока пытаемся помочь. Ну и в следующем году надеемся завершить работу при условии активного участия в Ростерехоснадзор в этом процессе. Времечко заканчивается у нас. В завершении интервью хочу поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать профессиональных успехов и предоставляю вам слово, чтобы, может быть, есть желание обратиться к жителям региона. Спасибо, Алина. Вас также с Новым годом, с наступающим. Что хотел бы сказать, жителям Нинецкого округа, мы в своей работе стараемся всячески учесть пожелания жителей округа. За этим у нас довольно пристально наблюдает и губернатор Юрий Васильевич Бездудный. И в следующем году, в наступающем году, обязательно постараемся, чтобы те проблемы, которые были, накапливались у нас в прошлые годы, они были решены. Для этого приложим все усилия, надеюсь, и при поддержке депутатов все эти проблемы будут решены и по берегу укреплений, и по поддержке оленеводов, и по развитию у нас экологии. Поэтому с наступающим Новым годом, я считаю, год 2020 был, безусловно, он запомнит совсем нам. Я искренне надеюсь, что 2021 год нас приятно всех удивит и результативностью, и улучшением всех показателей. Альберт Маратович, благодарю вас, что нашли время и посетили нашу студию. Беседа получилась довольно содержательной и интересной. Я напомню, гостем студии телеканала «Северстал» руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Нейнского округа Альберт Чебдаров. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких и будьте здоровы! Субтитры подогнали Симон.